Ну что, господа, сразу к делу. Сегодня 25 модных советов на скорую руку. Первый совет. Приготовьте одежду накануне, чтобы осталось только ее надеть. Друзья, один из лучших советов, чему нас учили в детстве, но мы не делаем, будучи взрослыми. Вы приготовите вещи и будете выглядеть утром отлично. Это проще, чем пытаться найти вещь в шкафу, которую вы не найдете. Или ее еще и гладить придется. Приготовьтесь с вечера. Второй совет. Классическая рубашка всегда заправлена. Звучит просто, если не очевидно. Но большинство парней ходят в ней весь день, и рубашка начинает выползать, и они становятся похожи на маффин, а также добавляют лишнего веса в талии. Вы скажете, Антонио, это невозможно. Это правда. Господа, подтяжки для рубашки. Я узнал об этом способе в морской пехоте, и сейчас я работаю в KKNJ. Посмотрите на эти подтяжки для рубашки. С их помощью рубашка останется заправленной, несмотря ни на что. Даже если сделаете 20 берби, рубашка останется заправленной. Вот почему я люблю подтяжки для рубашки. Они придадут подтянутый вид, независимо от вашего телосложения. Третий совет. Используйте влагозащитную косметичку. Нельзя, чтобы она протекала. Ведь цель этой косметички – защищать вашу одежду в случае, если протечет шампунь или лосьон после бритья, пока вы в пути. Четвертый совет. Когда создаете свой гардероб, покупайте только взаимозаменяемые вещи. Я не знаю, может вы адвокат, может вы учитель. Различные гардеробы в зависимости от вашей профессии. Есть основные вещи, отличающиеся их простотой. Это сплошные цвета для рубашек. А именно белый, также голубой. Найдите вещи, которые вам понравятся, которые вы будете носить снова и снова. Ничего, если вы купите несколько вещей. Вы сможете их менять друг с другом. Вот я ношу спортивные пиджаки. У меня их несколько. И среди них нет чудаковатых. Вам нужна взаимозаменяемость. Вам не нужны вещи, которые вы никогда не наденете. Пятый совет. Знайте подходящие вам размеры одежды. Рассмотрим на примере рубашек. Вам нужно знать длину рукавов, ширину плеч, ширину груди, живота. Когда вы знаете эти четыре значения, вы можете просто взять рулетку, положить рубашку, соотнести с нужными вам размерами. Так вы узнаете, стоит ли идти мерить эту рубашку в примерочную. Подойдет ли она вам. Ведь главное знать нужные вам размеры, чтобы знать, что вы ищете. Шестой совет. Знать, как правильно носить галстук. Когда вы надеваете галстук, вам нужно выглядеть на миллион баксов. А не как парень, который не знает, что он делает. Первое. Знаете, какой определенный вид галстуков покупать? Вам нужно придерживаться сделанного из шелка, сплошного цвета. Можете выбрать себе красный. Может, для большей строгости оттенка потемнее. Можете выбрать и такой синий цвет. Отлично будет смотреться с белой рубашкой. Может, даже с розовой или светло-голубой. Здесь монохромность сыграет вам на руку. Избегайте сложных рисунков, если это ваш первый галстук. А также знайте как минимум два узла. Например, узел четверка и полувинзор. Тут масса вариантов. Седьмой совет. Собственная коробка для чистки обуви. Где все, что вам нужно, чтобы не искать, когда вам что-то понадобится. Это главное, когда вы чистите обувь. Чтобы не искать, где лежит полироль или щетка. Все, что вам нужно, лежит у вас перед глазами. Раз в неделю, может два раза, вы сядете и разделаетесь со всей партией. Друзья, организуйте себе такую коробку. Восьмой совет. Используйте порционный режим. Я говорю о подготовленности на неделю. Если вы гладите рубашку, погладьте сразу четыре. Потому что это займет меньше времени, чем каждый раз гладить одно. Большая часть времени тратится на раскладывание гладильной доски, ожидание нагрева утюга, проверку наличия воды и так далее. И только две-три минуты займет на саму глажку. В зависимости от ваших способностей. Просто подумайте, как просто погладить четыре-пять рубашек за один раз. Это применимо к большинству вещей в вашем гардеробе. Разработайте режим ухода за кожей. Для построения режима, просто начните с умывания лица. Вы можете начать с чего-то простого и основываться на этом. Но главное, господа, уделяйте внимание своей коже. Это самая большая часть вашего тела. И особенно, если вы в разводе и в свои сорок-пятьдесят лет. Когда вы идете на свидание, вам важно, чтобы лицо было в хорошем состоянии. Чтобы не выглядеть старше своих лет. Сейчас для этого полно возможностей. Десятый совет. Догадаетесь? Вы ничего не замечаете? А? Ладно, друзья, немного преувеличил. Но такое происходит. Как часто вы занимались своими делами и воротник начинает капризничать? Хочу показать еще кое-что от Вуркин Стивс. Я недавно узнал про их держателей воротника. И пользуюсь ими уже 8 лет. Это гениально. Они держат воротник на месте всего лишь с помощью магнитов. Воротник выглядит так, как вы и хотели. Мне нравится эта компания. Они создали инновационные запонки. Сделали прекрасную косметичку. Эти ребята из Флориды. И я считаю, что они делают шикарные вещи в своей области. Одиннадцатый совет. Выводите пятна немедленно. Тут нельзя ждать. Простейший способ вывести пятно немедленно. Сразу же поставить под воду. И оттирать бумагой, полотенцем, мочалкой. Чем угодно. Главное, чтобы была вода. Да, если некоторые вещи могут пострадать от горячей воды. Но вещь получит гораздо больший ущерб, если вы не выведите пятно вовремя. Двенадцатый совет. Перед покупкой чего-либо спросите себя. На самом деле мне нравится эта вещь, как я выгляжу в ней, и как я себя чувствую. Если ответ положительный, и вы можете себе позволить, вперед. Если же нет, то чего вам не нужно делать, друзья, так это захламлять свой шкаф вещами, которые вы никогда не наденете. Тринадцатый совет. Наличие подходящего вам парфюма. Первое. Вы должны сами выбрать себе аромат. Доверьтесь своим ощущениям. Второе. Вы будете постоянно им пользоваться. И когда вы уедете на неделю в деловую поездку, ваша девушка напишет вам сообщение, в котором она скажет, что скучает по вам. И счастлива, что вы оставили свою рубашку у нее, потому что она пахнет вами, что напоминает о вас. Четырнадцатый совет. Приготовьте наряд на выход. Это может быть что-то повседневное, что-то формальное. Но каждый раз, когда вы надеваете его, вы будете чувствовать себя на миллион. И будете получать комплименты. Пусть он будет простым. Пусть он будет взаимозаменяемым. Друзья, вы, может, и будете его надевать пару раз в месяц. Но когда вы будете расстроены, когда вы будете нервничать или пойдете на собеседование, вы никогда не будете переживать за свой внешний вид. Вы натренируетесь в выборе одежды, чтобы подтвердиться комплиментами от окружающих. Пятнадцатый совет. Путешествуйте налегке. Я знаю, что проще сказать, чем сделать. Но способ научиться путешествовать налегке, друзья, иметь список, чем вы действительно пользуетесь во время поездок. В следующий раз вы не будете брать лишних вещей. Я знаю, что большинство из вас противится этому. Ведь у меня есть свободное место в сумке, я должен его заполнить. Ну, тогда как насчет сумки поменьше? Взять маленький чемодан. Это как с маленькой тарелкой. Вы будете класть туда меньше еды. То же самое с маленькой сумкой. Вы просто будете класть туда меньше вещей и путешествовать налегке. От этого не только ваш багаж станет легче, но и освободится ваш разум. Я тут немного сжульничаю. Я прочитаю следующие десять пунктов. Я не хочу делать видео на двадцать пять минут. Я считаю, что можно пробежаться быстренько по этим пунктам. Но, друзья, вы меня знаете. Я люблю детали. Для деталей переходите по ссылке в описании. Итак, систематически одевайтесь стильно. Главное, чтобы вещь хорошо сидела. Остерегайтесь распродаж. Звучит забавно, но так и есть. Классическая обувь сделает круче почти любой наряд. Одеваться нарядно всегда лучше, чем по-простому. И я расскажу почему. Всегда уделяйте внимание деталям. Особенно обуви. Поэкспериментируйте с тремя видами лезвий. Дайте каждому месяц. Не бойтесь нарушать правила. Когда вы их знаете, господа, не бойтесь нарушать. Двадцать четвертая. Скажите «нет» большим лого. И двадцать пятый. Всегда затачивайте свой меч. Я оставлю здесь немного недосказанности. Определенно прочтите статью. Там я раскрою тайну. Двадцать пятый. Субтитры сделал DimaTorzok